Александр Тимофеевич, стартовал проект Название его Культура, искусство, здоровье Прошлое, настоящее, будущее Такой большой очень вопрос Это и проект, и вопрос к вам Вы человек, который непосредственно занимается здоровьем Как вы видите влияние культуры, в большом понимании этого слова, на здоровье человека? Вообще вопрос, конечно, это неоднозначный Потому что от культуры поведения, культуры питания Ну и вообще зависит многое Пища – это основа нашей жизни И наша пища должна быть лекарством, а не лекарство пищи Вот даже с этих позиций Ну и естественно, когда нас воспитывают и говорят, что таблетка от всего Она от всего помогает Что природа, да какая там природа Вот выпей аспиринчику, и все пройдет Или вот выпей вот этого Ну и конечно народ начинает в это верить Когда это каждый день с радио, с телевидения идет А они красивые, эти таблетки? Конечно, они в красивой упаковке И причем иногда дорогие И может быть кто-то гордится тем, что он сможет купить такие дорогие лекарства Принять А вот последствия принятия этих лекарств Они весьма бывают печальные И много примеров, когда даже сами доктора попадают на эту, будем так говорить, приманку Или как Когда доктору сделали укол для профилактики Вместо одного результата получили совершенно обратный Когда отнялись ноги Когда парализовало Оказалось бы, что Ну, гармончик Гармончик, который мобилизует Гармончик, который усиливает двигательную активность А тут обратная То есть не специфическая ситуация Конечно, здесь Я не говорю про культуру Здесь про то понимание человека Который, скажем, занимается своей работой И он настолько верит своим лекарствам Что, естественно, он долго не мог поверить в то, что эти лекарства ему навредили И в то же время этот человек После того, как пять лет пролежал в постели То есть на кушетке, на кровати Отнявшиеся ноги Естественно, хорошо ходил Руки работают И вот он попросил помощи И, в принципе-то, для него было удивительно Оказывается, есть другой мир Который позволяет многие проблемы решать Без лекарств Без таблеток Без химии Ну вот Где нужно научиться Немножко там Правильно дышать Правильно кушать Правильно пить воду А как это правильно пить воду? Воду пить, казалось Конечно Выпил воды Ну и вроде все хорошо Жажда не мучает То есть это все культура Да, это все опять в культуру складывается Потому что кто-то воздерживается от питья воды А кто-то, наоборот, пьет много воды И каждый по-своему может быть и прав Единой культуры нет Единого понимания И здесь, наверное, больше нужно рассматривать с позиции физиологии Некоторые вещи Тоже питье воды Что у почек есть определенная пропускная способность Они способны пропустить определенное количество жидкости Избыток этой жидкости Конечно, он остается в нашем теле Попадает в межклеточное пространство Вызывая отеки Ну и, в общем-то, не очень хорошую работу И внутренних органов И, естественно, состояние человека меняется Не в лучшую сторону Ну и, кроме всего прочего Если уж на то пошло Нужно говорить о том Что и вода-то должна быть определенного качества Это не значит, что она должна быть чистой Содержать определенные минералы Но она, оказывается, должна быть еще и щелочной И сейчас очень много муссируется Так сказать, этих вопросов По ощелачиванию воды Ну вот Но по правилам Если взять физиологию То есть в физиологии такие утверждения Что то, что мы пьем Оно должно быть щелочное Почему? Да для того, чтобы выводить Токсические компоненты Которые образуются в нашем теле В процессе жизнедеятельности Ведь мы с вами двигаемся Ходим Выполняем какую-то работу Ну и идет накопление продуктов распада Не все они кислые В то же время Если мы возьмем с вами воду из-под крана Вода тоже кислая Как ни странно Если взять район Марина Ее PH 5,5 Вот здесь на Жуково 6 Но это же все равно кислота Ведь если говорить про щелочи То нейтральные это 7 И 7,5 Слабо щелочная И поэтому вы должны Именно такой водой Такую воду потреблять Такую воду использовать Александр Тимофеевич А вот я недавно тоже беседовал С известным детским психологом Доктором психологических наук На она и врачебной практикой Занимается Занимается Медведь Ирина Яковлевна Я тоже стал про экологию Говорить про воду Там про воздух Чистый Не, не, подождите Подождите Говорят Вот не надо Вот сильно этим увлекаться Я, говорит Была в Донбассе недавно В Донецке несколько раз И там просто все ужасно Вода просто Серого цвета С осадком Там в треть В черный Там просто все ужасно Воздух вообще никакой Социальная обстановка Сами знаете Стреляет Там Многие потеряли близких И все Я, говорит Была потрясена Что? Люди здоровые Я, говорит Просто этого не ожидала Глаза светятся Кожа лица чистая Реакции здоровые Что это, говорит Такое? Поэтому, говорит Однозначно говорит о том Что вот Экология Там продукты питания Я убедилась Она, говорит Она, говорит Я не ожидал такого То есть очевидно Нужно говорить про Нужно говорить про Недообследованных И поверьте Сколько через нас Проходит народа Здоровый человек Либо ночью не могу заснуть Кто-то говорит Потому что патология печени Она имеет такое свойство А если с почкой Конечно Он сначала поговорил Хорошо рассказал А потом отошел И силы кончились Мне как-то телеведущий Мне как-то телеведущий на канале Сказал такую вещь интересную Что я вот утром с женой посадился У меня потом прямой эфир Сразу после утра Я, говорит Чувствую, что вот то, что внутри меня Клокочет Негодование Что-то болит То, все болит И вот вместе с новостным потоком Который я говорю Слова вот эти Передается совершенно каким-то Загадочным образом Все то, что во мне Говорят Все болячки мои Все проблемы Я, говорит Это чувство И это непостижимым образом Воздействует на миллионы людей Как-то он сам сказал Что человек, который появляется На экранах телевизора Должен быть монахом в миру И должен быть здоров Потому что иначе Он передает болезни Вот как он может Вы замечали он такое? Не задумывайся Опять же Опять же Ситуация с мобилизацией Потому что Когда на тебя народ смотрит Есть такая пословица На миру и смерть не страшна Да Это когда на тебя смотрят Ты готов сделать Некоторые вещи Которые в жизни Может быть и не сделаны Обостряются все чувства Качества Вот приходится выступать Среди Там в каком-то зале Народ Который не подготовлен К здоровью Приходится мобилизоваться Находить нужные слова Чтобы Людей заинтересовать Заинтересовать их собственным здоровьем И не говорить про свое А говорить про их здоровье И вот когда ты говоришь Что вот с помощью Вот того-то Того-то Ты решаешь Можешь решить проблему почек И достаточно быстро И просто Они все заинтересованно Начинают молчать И слушать Или с помощью вот такого-то Такого-то состояния Или Той же воды Ты можешь добиться того Что у тебя отойдут камни Это здорово Потому что Или они растворятся камни Если конечно Они у тебя есть Ну и вот Ты начинаешь его убеждать И вся лекция идет Это лекция убеждения А чтобы убеждать Ты сам должен быть В первую очередь Таким Иногда на себе показываешь Вот смотрите Вот такой вот фокус И начинаете делать Что-то Показывая А кто повторит за мной Получается Что ваша профессия Она очень похожа На профессию актера Да Артист Артист Надо прожить здоровье Иногда чем-то Нужно удивить народ Рассказать Показать Естественно Ты должен хорошо выглядеть В первую очередь Здорово Сильно Вплоть до того Что хоть спляши На руках сходи Или сальто сделай Да что Я смотрел ваши семинары Записи На что я обратил внимание Вы большой акцент делаете На расслаблении В своей работе На мой взгляд Вы часто добиваетесь того Чтобы человек расслабился Пациент расслабился Расслабился его орган То есть Вы когда это делаете Вы же не просто нажимаете Что-то А добиваете Что-то Данный Участок Да И при этом Сами Вот образно Это представляете Я на вас внимательно смотрел Конечно И самое интересное То что ты Не просто Ты понимаешь Что В нашем организме Еще играет определенную роль Гормоны Которые присутствуют И поэтому Спокойствие Оно действительно Приводит к расслаблению То есть оно передается Улучшению микроциркуляции К кровоснабжению А этому Этому можно научить Других Ну Просто нужно понимать И объяснять От того что ты токаешь Размахиваешь руками Ничего не меняется И Самое-то Интересное Что Слова некоторые Воспринимаются Не когда ты кричишь На человека А когда ты Тихо говоришь Вот эти слова Запоминаются Эти слова Исполняются А когда ты Накричал У человека Протест Мобилизация Против тебя А тут сказал Тихо Все И не кричишь Но сказал И сделал Ну вот Я вспоминаю Нашего Замечательного Актера Евгения Леонова У него быть Он совершенно Другими способами Но добивался Того же самого То есть Когда мы На него смотрим Слышим Там Вот Винни-Пух Там Нас сразу Отпускает Как-то хорошо Становится Расслабляемся То есть Вот Расслабление Можно достигнуть Разными способами Вы не проводили Никогда Такие параллели Почему Я в свое время Занимался Даже программированием Гипнотическими Наведенными Трансовыми Состояниями Мне это нравилось А потом Понимаете Я почему Это оставил Потому что Я не увидел Хороших результатов Получения Да Какие-то подвижки Есть Конечно Там есть Моменты Удивительные Когда Вводишь В определенное состояние Человека Того же ребенка И вдруг У ребенка Память Улучшается Ты делаешь Встановку И ребенок Посмотрел И тоже Начинает рассказывать Не понимая Что там написано Он рассказывает Как сотворение И ты начинаешь Завидовать Вот Хорошо А мне бы так К сожалению Мы может быть Немножко по-другому Устроены Вообще Каждый из нас Настолько удивительный И у каждого Есть резервы Такие Которые он Может быть Даже и не знает И поэтому И может быть И для родителей Этого малыша То что Ребенок может Вот так взглянув И рассказывать Это тоже Для них Открытие Для меня Но Ты понимаешь Конечно Что здесь Вот Такой Вот Резерв Прорыв Но вообще Меня больше Интересовало Здоровье И Конечно В этих Наведенных Трансовых Состояниях Можно добиться Что Обезболить Человек Сказать Что у тебя Опухоль исчезла Внушить Но это Все что Опухоль Часто продолжает Развиваться И вот Это меня Уже Не устраивало То есть Можно Боль Из уха Если ухо болит Это вообще Не спать Ничего Эту боль Можно перетащить На ногу Будет болеть Пятка А вот С пяткой Уже Можно жить Спать Но Дело в том Что Проблема Там Осталась Она Сохраняется Потому что Пятка болит Продолжает Болеть Поэтому Вот От этого Я как-то Отошел А потом В общем-то Просто Быть Как бы Человекам Которые Разные Психологические Моменты Показывает И Ну Может быть Показывать Здесь Может быть Даже Какая ситуация Все-таки Когда ты Показываешь Какие-то Наведенные Трансовые Состояния Люди Думают Что ты Вот Такой А на самом Деле Это Техника Это Техническое Действие Если бы Они Все Знали Они Могли Тоже Это Бы Делать И Поэтому Просто Техническое Действие Меня Не Устраивало Да Там Существуют Разные Типы Людей Скажем Так Аудиты Киностеты Визуалы Каждому Нужен Свой Ключ Я Искал Другое Чем Что Можно Сделать Чтобы Всех Аудитов Визуалов Киностетов Одним Ключом Открыть И Закрыть И Иногда Находишь Такую Вещь Вот Есть Такой Исследователь Мозга Черниговская Тяна Это Доктор Биологических Наук И доктор Филологических Наук Питерской Ученой Она Стала Заниматься Как работает Мозг У Людей Искусства И когда Она выступала На съезде Психоаналитиков Она говорит Вы Господа Ученые Просто Не представляете На самом Деле Как у них Все работает У балерин У артистов То есть Это Не правый Левый Полушарий Вообще Все не так Вообще Не так Я К чему Это говорю Что Есть психология Которая Что-то изучает Программы Вы с этим Сталкивались А есть Область Совершенно Другая Область То, что Назовем Большое Искусство И Она Действительно Делает Какие-то Удивительные Вещи Я Недавно Брал Интервью У Анатолия Ивановича Полетаева Нашего Замечательного Дирижера Оркестр Баяна Ему 80 лет И он Несколько раз Замечал Что Та музыка Которая Исполняет Его Оркестр Обладает Просто Каким-то Потрясающим Целительным Свойством То есть Он заметил Что Особенно музыка Рахманинова Второй Концерт И он Реально Клинический Случай Когда у человека Было Тяжелейшее Заболевание А потом У него Это Прошло Вы Вообще Сталкивались Какими-то Аналогами Своей Практики Да Конечно Особенно Когда Ожидание Человека Когда он Разыскивает И все Не получается Не получается То Очередь На нем Кончилась То еще Что Нибудь И вот Это Ожидание И вот Это Всего И ожидание Чуда И чудо Происходит Как ни странно Смотришь Тут иногда С камнями В желчном Пузыре Целый месяц Занимаешься Пытаешься Все это Дело Да Они уходят Медленно Но уходят А тут Происходит Чудо И он Приносит Тех горстях Эти камни Говорит Александр Михайлович Откуда Они вышли Я их Не показываю Докторам Потому что Никто из докторов Не поверит Что камни Вышли Из желчного По сантиметру По полсантиметра И эта горсть Принесли Я слышал Статистику Американцы Очень любят Ее собирать Статистику Самоизлечения От рака Может вы тоже Слышали Что Да Последняя стадия И тут Значит Человек получил Наследство Влюбился Что-то еще С ним произошло Такое Сильное Переживание Плюнул На все Поехал Путешествие И это Прошло То есть Непонятно Как Каким образом То есть Наука Это фиксирует Медицина Фиксирует Что да И такие Эффекты Существуют Какие-то Необъяснимые Вещи Но На самом деле Непонятно Как это Изучать С точки зрения Науки Почему я Про искусство Говорил Что здесь Именно Речь идет О том Каких-то Совершенно Больших Вещах Эмоциональных Переживаниях То, что Вы говорите И в вашей практике Это есть Можно ли это изучать С точки зрения Здоровления И применять Это конечно Это даже нужно Вот представьте В свое время Я работал На станции Переливания Крови И в то время Я только Начал увлекаться Вдушением Гипнотическими Состояниями Наведенными Трансными Состояниями Ну и я Начал пробовать Сначала На наших Специалистах Которые Работали На станции Переливания Крови Я начал Выбрал Что Наибольшая Самая Такая Женщина Большая проблема А так как я работал На станции Там 113 человек Из них только По-моему 13 или 15 Было мужчина Все остальное Было женщина И у женщин У многих Были мастопатии Я однажды Я взял И заговорил Одной женщине Грудь У нее была Проблема груди Грудь заболела Поднялась Температура Ну Что-то сделал Что-то нарисовал Там И у нее Все прошло Тогда Она рассказала Другой женщине Другая Пришла Ко мне Но В то время Все-таки Было советское время Там Конечно Наказывали И главный врач Узнал Что я этим занимаюсь Он естественно Вызвал меня Сделал накачку Последние предупреждения Но Наказывать Было не за что Потому что Они-то Избавились от этой проблемы Денег я не брал С них Мне было так интересно Единственное Хорошее отношение К себе Ну и вот Я Продолжал этим делом Заниматься Но уже С конспирацией И вот Выясняется Что чем больше Конспирации Тем эффективнее Это работало И вот Все ждали Пока уедет Главный врач И ко мне Выстраивались Очереди Потом Пошли с города Народ Приходил с города Вот и подружка Вот и другая подружка Знакомая Я удивляюсь Какие я брал Страшные проблемы И оно Проходило Все Как ни странно Я обычно Даже Брал гвоздик Какой-нибудь Чтобы И нужно было Ведь по законам Психологии Нужно создать Такое Чтобы человек Никто не понимал Что происходит И вот Оденешь Злохматишь Волосы В подвале Где-то принимаешь Взял гвоздик Обрисовал Молочную железу Крестик поставил Точку Еще что-нибудь Что-то прошептал Или сосчитал В общем Полный шуманизм Но самое главное Говорю Вот как только он заржавеет Твоя грудь пройдет И куда-нибудь В цветок Бросал И у меня этих гвоздей В цветке накопилось Так вот Оно в самом деле Я заметил Ага Так вот Как только заржавел гвоздь Она чувствует Что вот Что-то происходит Гвоздь заржавел И у нее грудь прошла Но это же совершенно Ненаучно Ну конечно Ненаучно Или другой вариант Одна из моих студентов Которые приходят ко мне Она говорит Александр Тимофеевич Я хочу вам показать Одну интересную вещь Покажи Она наливает Две чашки воды Берет у меня Лакмусовую бумажку И смотрит В одной Чашке PH 6.0 И в другой 6.0 Вот два раствора Одинаковые Затем она наклоняется Над одной чашечкой И начинает говорить 8.5 8.5 PH 8.5 Я беру Я беру Лакмусовую бумажку Мерю PH 8.5 Другой 6 Вот как объяснить Этот феномен Тогда как мы Объясним Гомеопатию И конечно Когда начинают Ругать Гомеопатию Не понимая Говорят Какой там Там даже И молекулы Нет В гомеопатии Там что Разведения Тысячные Что там может быть Какие кислоты А вот вам тогда Объясните Вот этот вот Прецедент Почему Вода Сдала 8.5 PH Ведь это чисто Химический Это просто Ну это вообще Грубая химия Грубая химия А вот она поменялась Объясни теперь Расскажи мне И конечно Я говорю Когда создавалась Вот эта вот Таинственность И Еще возникала Интересная Взаимосвязь Я начал там Разные эксперименты Проводить Возьму и брошу Этот гвоздик На дорожке И кто его подберет Он блестящий Подобрали Смотришь У этой женщины У самой груди Проблема А у той прошло И вот здесь вот Мои Скажем так Но это уже Отношения Вот к тому Чем я занимался Они начали меняться Я начал рассматривать Это другим Значит Перенос информации Есть Если С этой ушло А это Ну вот И на фоне Конечно Иногда Ну в то время Была очень популярна Экстрасенсорика Собственно Экстрасенсорика Развивалась Ну и это все Загадочная область Тоже загадочная область И где-то там По фотографии И вот Тогда Когда заболела у меня мать То я снимал боли У матери Тем Что я Ехал в машине Предположим Мы договорились На 8 часов Я останавливаю машину Достаю ее фотографии И начинаю Действия какие-то Где-то Имитирую Что я Вот Глажу Разглаживаю Дую А мать Она чувствует Как у нее В животе Начинает что-то теплеть Что-то Расходится Улучшается Все И она засыпает А бывает так Что я Опаздываю Или Раньше Дело в том Что Она вдруг Почувствовала Что с ней что-то происходит Не в 9 Как мы договорились А в 7 Она идет Садится Все с ней происходит Она засыпает Или обезболивается Потом я ей позвонил Я говорю Мам Я не смог тебе Она говорит А я вот В 7 Почувствовала Так вот Я хотел тебе сказать Что я в 7 Провел с тобой сеанс Она говорит Я чувствую Я чувствую Как у меня в животе Что-то забурлило Закипело И хотя она В то время Болела Онкопроцессом Она пережила Всех своих Даже врачей Но Система-то была Социалистическая Какая Если ты Отказываешься От больничного Если ты Не лечится в больнице Значит Ты должна Выйти на работу А если ты Лечится в больнице Значит Должна получить Химиотерапию В лучевую терапию И каждый раз Как только Пройдет она Химиотерапию Это как Убиение было Она Лежала Мучилась И я опять Пытался ей Помочь Ну и таким вот образом Продолжение следует